Объяснить жизнь невозможно, и в этом собственный смысл человеческого существования пытаться понять и сказать в конце жизни «я так и не буду». Поэтому любую весу можно ставить большую, как великие трагедии, или там Стрингер, или Шерстин, или Чехов, я говорю о велике грамотологии. Тут можно ставить бесконечно и бесконечно находить новые ответы на старые вопросы. А старый вопрос такой «зачем человеку? Зачем он живет? А кто знает? А Чехов ответил? Никто не знает настоящих правд. Или «все равно, тарараму, вера». Вот понимаете, в этом есть все величие – попыток понять, и понять, что ты провалился, но пытаться продолжать. Римская цивилизация погибла. Она погибла под ударами вревних врагов, под ударами, понимаете, до кочевников, варваров. И когда она поднимала, она не знала, что она поднимала. Там возникала внутри новая цивилизация. Христианство. Она возникала на развалинах языческого, так сказать, мира римской цивилизации. Весочайшую цивилизация, которая создала римское право. Вы понимаете, это не брюшки, так сказать. Я согласен с мыслью… Замечательный антролог Никоденко. Он утверждает, что российская цивилизация, в том числе, как она есть, приходит к концу. Православие, не принимающее католицизм. Православие, которое пытается защититься такими очень серьезными идеологическими и идеологемами против другого христианства, воспринимающего его как отступников. То есть вот такая цивилизация, которая строится противостояния себя западу, не выдержит. Мне кажется тоже, что она не выдержит противостояния. И отсюда идет, мне кажется, распад. Потому что колоссальный набор западной информации, интернет, свобода мысли, свобода информации, догматическая, антодоксальная мысль не выдержит этого. Она должна подняться, должна подняться ревизия. Либо мы должны стать мусульманами, либо мы должны лечь под Китай, либо мы должны стать с европейцами. Но, как известно, в Казахстане сказал, что в Казахстане легче договориться с Татарем, чем с поляками. И в Казахстане сказал, что сделаем мы у нас на судьбу. Ну, порядок, понимаете. Такой бы отряд. Я, мне не кажется, что этот закон будет эффективен. Просто в силу того, что, знаете, главный университет – это родители. Пока у нас не будет воспитанного поколения родителей, никакое образование не будет работать. На сегодняшний день у нас институт родителей практически расстался, я считаю. Воспитание в семье занимается катастрофически малое количество семей, просто в силу того, что мать и отец работают. Если говорить дальше, посмотрите на катастрофическую зону в режимах родителей, это еще более подчеркивает, я бы сказал, катастрофическую ситуацию с деградацией семейных ценностей. Поэтому я не думаю, что родители в том виде, в каком сейчас существует институт родителей, будут как их контролировать и смотреть, какой взрослой экземстер на той или иной передаче. И это бесполезно, мне кажется. Тут вопрос гораздо лучше. Вопрос о том, что образование должно начаться с того, что можно одно поколение целиком людей воспитать родителей. Вот что главное сегодня, мне кажется, стоит как национальная задача. Люди, по-моему, не занимаются. Распитать родителей – это значит воспитать людей, у которых есть чувство ответственности по отношению к своим детям и по отношению к своим родителям. Потому что эта ответственность за стариков и ответственность за детей является гарантой за способностью для себя. Если же 60% стариков согласно, по-моему, 60%, согласно опросу статистики, живут в домах престарелых и жилых детях, изданные куда вы делись в истории и так далее, то, естественно, мы понимаем, что очень глубокий, серьезный демографический кризис происходит в этике. Вот это важно. Российская культура, когда нами старалась заявлять о третьем пути и своей самовыдности, отчетка делится на два периода – до Петра Первого и после Петра Первого. До Петра Первого что было? «Скоморохи», «Палалайки», «Нестор», «Летописи», «Слово Павку Игореве» и «Письма Андрея Курского». После Петра Первого – Пушкин, Чайков, Чайковский, Достоевский и все то, что повлияло на мировую культуру. То есть русская культура возникла с тем ветром, который пришел из Европы. Русская культура целиком производная Европой. И оно превзошло в XIX веке и в XX веке. Его влияло на европейскую культуру. Гугли, толстой, понимаете, Чайков. Поэтому мы, хотим или нет, мы культурный слой, может быть, очень тонкий, но мы европейцы. Поэтому русские делятся на русских европейцев и русских неевропейцев. Петербург – это русские европейцы, понимаете? И поэтому, что та эрозия, которая происходит именно в Европе, вернее, на Западе, приходит сюда. И об этой эрозии культуры очень глубоко предупреждал Солженицын в своих двух работах. Одна из них, которая называется «Игра на сторону пустоты», а потом другая «Исчерпание искусства». Две великие группы работы, говорящие о том, что западное искусство поглощается рынком. Я написал этот большой графон, называется «Игра на сторону пустоты». И выживет ли русская культура – это настолько же проблематично, насколько вопрос «Выживет ли европейская». Мы не можем себя сравнивать ни с импульсами, ни с китайцами, ни с мусульманскими странами, в которых есть явная самопытность и независимость от Запада. Китай, Индия, мусульманские страны развиваются в противодействии. В принципе, я думаю, что мусульманская культура – мощнейшая культура, которая находится в другом измирении. Реакция острая на агрессию европейского рынка. Европейский рынок. И вот этот конфликт, который он писал, такой культурный, который он писал к нему «Столкновение цивилизации хампинговой», о том, что столкновение между христианской и мусульманской цивилизацией неизбежно. Оно налицо, оно будет только развиваться. Поэтому те культуры могут развиваться в силу того, что у них есть свои глубокие традиции, которых они не хотят порвать. Европа порвала с традициями. Постмодернизм, в принципе, который уничтожает… Ну, Владимир Владимирович Мояковский же начал. Выход, забор, понимаете, мраморную слизь. Поэтому порвать с традициями смертельно. Мы не можем остановить детство. Мы только можем делать своё дело каждый как может. Кто может сказать, что это новое в старой форме, тот может. А кто не может, тот не может. Если говорить о том, что Моторчук будет представителем, 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 представителем. Я не вижу ничего нового в этом. Просто потому, что Моторчук – бизнесмен. Он хороший бизнесмен, судя по тому, как он умеет организовывать своё кино, студии и так далее. Настоящий современный бизнесмен. Это не имеет отношения никакого к его качеству, как художника, режиссёра и так далее. Об этом можно не говорить. Кто-то замечательный бизнесмен – это хорошо. А среди директоров должны заниматься не художеством, а организацией, производством. Важно, чтобы Ленфин стал самокупающейся эллигопольной структурой, в которой линия не просто бухнуется так, а в которой бы стала развиваться экономически. И поэтому мне кажется, что ничего нового в этом мире не будет. Есть не только вообще что-то получится. Благодаря Моторчуку, ещё неизвестно кому, не важно, что придёт. Важно, чтобы у Ленфильма появилась финансовая база для того, чтобы разного рода художники, режиссёра и перевозим все отражения. У каждого человека своё представление о том, какую должен быть я. В том числе и у меня своё представление о том, какой должен быть я. Я свою интерпретацию Чехова не выдумал так просто. Я из головы так взял. Решу бы я это так. Если почитать записки Чехова, если почитать его оценки постановки Станиславского, вы увидите, что Чехов был чрезвычайно ненавиден романтизмом, который поставился Чехов на художественном театре, он стал экологом. И Антон Павлович писал, всё не так. Все нои. Станиславскому вообще спермену надо впрызнуть. Он какой-то ходит, там играет, когда Григорьевна. Это всё не то. Он говорит, у меня в клетчатых штанах, у него стопутные рыжие ботинки. То есть Антон Павлович не даже писал такое получательное коллеги. Вот эта разгадка находится в том, что Антон Павлович, я думаю. Он почему потом согласился даже об этом сказать? Он сказал постановку, а у него как бы постановка не нравилась. Он говорит, идут и нравятся. Ну что ж, иди, 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 иди. Шла репетиция трёх-шестёр, чехов сидел, генеральный, чехов сидел в зале на репетиции. А там, ну блин, я не помню, там же они сверчки, там галки кто-то, там галки кто-то кричал, галки птиц, там ровоз, там много разных звуков, палочки такие там незначительные. И вдруг посередине второго акта Чехов встал в левый и сказал, стоп, замерзи. Станиславский говорит, в чём дело Антон Павлович? Он говорит, вот здесь моя пресса должна окончиться два часа сорок минут. То есть он считал, что пресса его интерпретируется не так, как думал в религии Станиславский. И поэтому законов нет, поэтому все места есть. Вам не нравится, вы правы. Если вам очень нравится, вы тоже правы. Напоследок вам скажу, что Чехов крепил две вещи в своей жизни. Цирк и кладбище. Он всегда посещал в каждом городе цирк, кладбище и из них для Дом терпенности. Три вещи, три вещи, которые он посещал. Правда, Дом терпенности мы опускаем сейчас, чтобы создать область благообразного интеллигента в очках. Но поскольку он был цирк и кладбище, то вообще, я думаю, что в сервисе Чехов это глобано на кладбище. Есть такой замечательный историк-философ Джон Грей. Он такой реакционер, в кавличках, попадающий на раздражную либеральную людей. И вот последняя его статья очень маленькая. В листах, на мой взгляд, исключительно глубокая миссия. Люди стремятся к свободе, потому что для них свобода – это возможность беспрепятственно осуществлять свои желания. Но дело в том, что любые беспрепятственно осуществляемые желаниями наверняка войдут в противоречие с беспрепятственно осуществляемыми желаниями других. Поэтому идея свободы никогда не ведет к демократии. Он пишет, что идея, что тирана скинуть, и возникнет сразу некое царство справедливости, и свободные люди начнут жить счастливы, самая большая иллюзия современного человечества, особенно Наталья. Как правило, абсолютная свобода приводит к хаосу, а потом не так будет. Худше, чем которая была при этом тиране и другом. И он говорит, что демократия, в принципе, это глубочайшее бюрократное государство, которое выполняет правильно свои законы. Я, вроде, в Америке и в Англии достаточно, потому что бюрократия в Америке и в Англии, и на полиции там исключительно сильно. Там ничего нельзя, чтобы нарушить закон. У нас много бюрократия, но это не бюрократия, потому что у нас закон ОСАМАНСКИ. Поэтому это совсем далеко. Идея, главная идея, которая меня привлекает, что надо сначала понять, что строят, нужно что-то разрушать. ОСАМАНСКИ. Она мне как сказал. Пригорем, зачем толкаться? Всем местности. Быть гражданином – обязанность, но не обязательно выражать это в поэзии. Поэтому это не быть. Один художник занимается выражением каких-то насущных вещей, таких совсем актуальных. Николь художник занимается поисками Бога, а третий ковыряется в пустыне. Но если это талантливо, то, очевидно, это имеет место для того, чтобы кто-то это смотрел или слушал. Но вы знаете, актуальность в этом смысле – это плохое слово. Очень часто сегодня, под актуальностью, понимаем, чтобы это стало современным. Но искусство, прежде всего, не мысли, а искусство – это, прежде всего, чувства, которые рождают мысли. Иначе это патрицистика, Дуэнкады, Монтангрикина и так далее. Если бы Брехт занимался чистой политической прокламацией, то он бы тогда не написал «Великую матушку Кураж» или, я не знаю, «Требление опера» или «Добрый человек». Потому что он занимался человеком, а не политикой. А политикой у нас пригнесена в это. Поэтому, мне кажется, актуально то, что волнует в искусстве, а не то, что, там, очень сильные формы, или, там, качаются на берегах, вместо того, или, там, раздеваются на гола, и, понимаете ли, и прочее. Это, к сожалению, мода, которой подвержены все молодые, мода всегда на горло колене хочет разрушить. Но мода умирает, понимаете, а человек остаётся.